Блядь, ну ты же на харьке, ну ты тупой, еблан. Вот ты сам не можешь отвести флаг, твою массу. Вулкан на всё надрывается, а изида просто так стоит и охраняет кукурузу. Нет, это не дело, ребят. Хайки-яйки, подписончики, с вами опять Саша Джигернаут. Играем мы на кунгуре на 5 флажков без нары на сочетании викинг-арелия М4. Так, вот так вот. Пока команда только прогружается, я всегда, в общем-то, я не знаю, это подло, наверное, поступаю, но как бы на войне все средства хороши. Я как бы захожу по Бырику в битву, то есть, ну, получается так, что я самый первый появляюсь в своей битве, которую я же сам создаю и туда захожу. Вот, и по Бырику, короче, делаю свои чёрные делишки, беру флажок, тырю и, в общем-то, быстрее увожу. Желательно это всё делать, конечно же, на наве, чтобы потом последствий никаких не было. Вот, вот как сейчас, к примеру. Вот, я тупанул не успел, я упал с моста, в общем-то, я же вроде по мосту ехал. Вот, но получилось так, что я тут пиздакнулся. Вот, возвратили флаг, сейчас, скорее всего, да, доставили, ух, блядь, хотел доставить я, а получилось, что доставили наш флаг, но это плохо, это не будет. Вот, это, наверное, я вот, честно, я постоянно сбиваюсь, какой по счёту ЛП, но это будет один из последних, вроде предпоследний, или ещё несколько штук я сделал. Блядь, ну ты же на харьке, ну ты тупой, еблан, вот ты сам не можешь отвести флаг, твою мать, я тут дефить вообще приехал, флажки отбирать, а ты тут флажки скидываешь. Вот, бомбанул у меня немножечко. Так, блядь, аптеку взял, лучше бы это... Ну лечи, лечи, Изида! О, да. А то тут у нас вулкан на всём отрывается, а Изида просто так стоит и охраняет кукурузу. Нет, это не дело, ребят, так не пойдёт. Если вы одеваете Изида, то будьте добры, лечите как медсёстры в СССР, чтобы прям терминаторы наши были. Так, бух. Мне сейчас нравится Кунгур и полигон из карт. То есть, если играть в бои всякие, то вот эти две карты мне очень довольно-таки так симпатизируют. В основном форматы контроль точек, контроль точек хорош. Ну и КТФ... А, кстати, я ещё и ДМки люблю играть, только на пулемёте. Да, то есть, если ДМ, то чисто-чисто пулемёт. Вот, включаешь ДДшечку... Блядь, не попал, ладно, похуй. О, привет, мелкий. У него ник, смотрите, как у меня. Блядь, вот как непривычно, а вот. Я привык, едешь на пулемёте, зажимаешь и ебашишь. То есть, можно так сказать, пробел не отпускаешь, это альтернатива Твинсу. А на рельсу надо же прицелиться, а потом только зажать. И не факт, что ты попадёшь. Надо потом ещё это, подкорректировать свою рельсу, чтобы у тебя именно нужную цель попала. Так, потерял флаг. Сейчас, думаю, доставят наши. Блядь. Возвратил. Блядь. Размен. Вот куда ты на... Твою мать, какой ты тормоз, а? Блядь, баран. Ой, баран. Вот как ненавижу я сейчас на рельсе играть, верите, нет? Похер, что она у меня М4. Всё равно. Очень неудобно стало на рельсе играть после пулемёта. Тут реально непривычно. Попаду! Да, сука, попал. Ну, сейчас возьму там... Да ладно, верну! Вернул. На, я ещё и убил. Меня сейчас порешают. Да, порешали. Вот. Кстати, ребят, 1 апрель же у нас прошло давным-давно. Короче, хочу я у вас узнать, насколько вы максимально ловили ящик. То есть, полюбас уже сидели, задротничали. Кто-то даже, может, в школу не пошёл. Сидели с друзьями, у вас по жиге играли. Вот. Вопрос вам такой. Напишите в комментах, кто на сколько поймал. Самое большое количество голдов. Ну, самый большой номинал голда, а не количество. Вот так вот. Если по-русски говорить. Вот. Я лично не поймал ни на сколько. Но я потому что знал, что, как бы, голд этот уже поймали. И смысл сидеть задротничать. Ну, конечно, можно было бы ради... Ради кристалликов поймать там что-нибудь. О, я вернул. Я опять на скину. Ради кристалликов можно, конечно же, было. Там что-нибудь микро прокачнуть. Вот. Ну, как бы, я не стал этим злорадствовать. Я поехал в университет. У меня там, тем более, КВН был. Кстати, последнее место заняли. Блядь. Обидно. Ну, там реально что-то, судями, что-то муторно было. Первый конкурс. Мы вроде были на втором месте. То есть всего было четыре команды. Одна даже взрослая. Там от какой-то организации, от какого-то завода. Прям, ну, такие довольно-таки про политику шутили. Хотя, когда предлагал я своей команде немножечко пошутить про Майдан. Там сказали, нет, ничего, политику впутывать, фу. А когда шутила та команда, у них 5.0 все баллы были. Вот ты у меня тогда реально забомбил. Вот я им говорил. Блин, а я же вам это советовал. Давайте что-нибудь про Майдан пошутим. Нет, нет, нет. Ну, окай. Сейчас агрики, по-любому, мои зрители с Украины. А-а-а, шутишь про Украину. Ребят, не в обиду. Я шучу про то, что говорится в СМИ. Вот так вот. Всего-то. Вы тоже, думаю, много чего не знаете, опиздите. Путин нормальный мужик. Он нашего президента спас. Ладненько. Хватит у нас политики в нашем ЛП. В самом деле, это же не паблик Рома Дивиди, где политика. Вот ну куда ты, падла, скидываешь флаг. По сути, Рома Дивиди любит там про политику беседовать. Мне, как по мне, так у меня 30% просмотров с Украины идут. Че мне говорить-то? Нормальные мужики, украинцы. Главное, чтобы не эти, не пиздели в интернете. Так, у нас размен, да? Ладненько. Надо сгонять и отобрать флажок. Флажик. Короче, ребят, последний ЛП. Скорее всего, я замучу с каким-нибудь известным летсплейщиком. А может даже и со всеми известными летсплейщиками. Фиг знать, если, короче, получится договориться. Вот. Может, цифлопоидом что-нибудь замучу. Я не знаю, я ему еще насчет этого не писал. Вот. Жека Микс, может, там будет. Ну, Серега Беррик, он по любас пойдет. Потому что он братишка. Согласится. Вот. В общем, собирая всех летсплейщиков, замутим мы с ними какой-нибудь форматный бой. Или такой свободный. Вот. И, в общем-то, думаю, будет такое довольно-таки достойное... Достойное, как сказать... Блядь, вот... Ох ты ж, отдал флаг. Красавчик. Достойные проводы ЛП. Вот так вот. Немножечко с армией мы свели. Достойные проводы ЛП у нас будут. В общем, вот что я хочу сделать. Кто за, ставьте лосики. Так, 3-1. Я специально создал на 5 флажков, чтобы битва особо так не затягивалась. И создал я без нары, потому что... Ну, чтобы силы были более-менее равны. Чтобы не было таких меганагимов, которые оденут смоку. И давай креды направо и налево раздавать. Мне это не надо. Ё, как я не попал? Как я не попал, твою мать? Он сейчас доставит. А не, хуй там плавал, там у нас это... Ну, еще прицел сбил. Вот пиздюк мы вассольный. Ну, да, 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 да. Пожги, пожги, меня полностью. Все равно сейчас флаг вернут. Я же говорю, вернут. Наших там на базе было очень много. И поэтому был без вариантов им. Опа, нарко. Нарко. Нарко тут нужно... Если играем ББП, то тут нарко, знаете, на вес золота просто. Тут хлебом не корми, дай дроп собраться. Так, что там внизу нормально, он доставит. А, ну, в принципе, вот, пятый флаг. Хотя нет, разве нет, разве нет, чуваки? Бух. Так, вернет? Нет, не вернет. Во-во-во. Ребята, страшно-то на... Нет, не попаду. Ладненько, едем на перехват. Нет, в любом случае, мы не в минусе будем. Мы, считай, на броне. Попытаемся сейчас мы их за яйки поймать. Чё, братан? Оп. Ваншот. Ах ты ж, сука. Опа! Опа! Кто с флажком? Братиш, не попал. Вот сейчас бы я его ваншотнул. Инфа сотка, я бы его ваншотнул. И... Получается, я бы вернул флаг и опять бы спас всю команду. Ну да ладно, ничего абсолютно. Не бывает гладко. А что судить о танках онлайн, где всё может измениться в любой момент, если у тебя не гараж М4. Вот. В общем, вот сейчас вот настал мой черёд. Опять не попал. Блядь, они толстому флаг дали, сука. Изид ещё рядом с ним будет. Как так я не попал? Вы чё? Мандацихать. Опа! Опа! Вот сейчас, смотрите. Кто сильнее? Мы сильнее. Заработали мы 360 кристалликов, прям как градусы. Угол обзора. Так, давайте-ка чё-нибудь МПК-шнем. Потому что на сегодня я, наверное, ЛПшки писать больше не буду. И так я на сегодня, наверное, их три записал. Блин, отдача чё-то дорого стоит. Хотя, давайте-ка ХП. И сколько ждать? 10 часов. Окай. 10 часов мне получается не одевать пулемёта. Хотя, сколько завершить стоит? Охереть! Ну да ладно-ка, подождём мы 10 часов. В любом случае, на ЛПшке-то есть больше не будет. Ладненько, ребята, увидимся. С вами был Саша Джаггернаут. Подписывайтесь на канал, спайте группу ВКонтакте. А если вы за то, чтобы последний салт ЛП я записал в таком звёздном составе, то же ставьте лайки, если вы хотите увидеть своих других любимых летсплейщиков. Лучше, спасибо.